Доброе утро! Это студия Хорошего Настроения. Сегодня 21 февраля, вторник. Партнер нашей программы – кондитерская фабрика «Спартак», крупнейший производитель шоколада и конфет в Беларуси. Вот уже почти 100 лет сладкая продукция высокого качества радует нас своим вкусом, изысканностью исполнения и верностью традициям. «Спартак» – искусство дарить радость и вдохновение. «Спартак» – искусство дарить радость и вдохновение. В студии Хорошего Настроения Саша Каштанова и Антон Мартыненко мы встречаем музыкального гостя. Сегодня это солистка Белорусской государственной филармонии Марина Василевская. Марина, доброе утро! Доброе утро! Марина, рассказывайте, пожалуйста, я знаю, что через несколько дней состоится ваш творческий вечер в Белгосфилармонии. Да, все верно. Прежде всего, конечно же, хочу поблагодарить за приглашение. У вас очень уютная, замечательная, яркая студия. Она в том числе благодаря вам и Саше. Ну и без меня тут не обошлось. Яркое вам спасибо огромное, что пришли. И я хотела бы, конечно, рассказать о концерте предстоящем. Дело в том, что появилась такая идея с Национальным академическим народным оркестром Белоруссии имени Женовича сделать проект мировые хиты джазовой, популярной и рок-музыки. Где будут представлены хиты Тина Тернер, Дэв Лепард, Эси Диси. Людей, которые до Эси Диси, до этого, наверное, Белгосфилармонии не звучали никогда. Не звучало никогда. Вы не боитесь, возможно, скандала от работников, вот женщины-билетерши, например, мне кажется, они не готовы еще к Эси Диси? Что я вам могу сказать по этому поводу? У нас, конечно же, очень много репетиций, так как проект действительно уникальный, необычный. Рок, оркестр, филармония. И могу сказать, что несколько раз я обращала внимание, что работники филармонии, бухгалтерии, экономисты, ну все-все-все-все наши работники филармонии стоят и слушают репетицию. Я вам скажу, они потому что до этого не знали вообще, что бывает какая-то другая музыка, примерно классическая. Они думали, что Бетховен, Бах, Гайден, все, людей больше нет. Оказывается, смотрите, тут и рок, и Тина Тернер, оказывается, девушкам на сцене можно быть в коротком платье. И вы, кстати, будете выступать в коротком платье. В коротком платье, да, в коротком платье. Этого, кстати, тоже, наверное, филармония еще не видела. А почему вы остановили выбор именно на рок-композициях? Потому что для нас и для нашего оркестра это нечто эксклюзивное, необычное и то, чего раньше не было. Да, у нас есть проекты белорусские именно, скажем, песня про долю, там, скажем, очень много таких белорусских именно вот рок-направлений в белорусском воплощении. А тут появилась идея именно, вот как вы говорите, я сиди в филармонии. Да, да, почему нет? Скажите, а как это вообще происходит? Вот вы придумали, что у меня должен быть творческий вечер. Что такое творческий вечер? Он к дню рождения приурочен или к какому-то выходу альбома? Это просто порыв какой-то, душевная необходимость вот такая и профессиональная в том числе. Потому что хочется, вот мне всегда хочется чего-то нового, необычного. Всегда говорят, что вы как артисты, это правильное, мне кажется, убеждение, должны поражать, удивлять, чтобы это было интересно людям. И это было что-то новое, не такое, как у всех, потому что, возможно, это качество характера такие лидерские. Мне говорят, Марина, ты как атаманша, как командир, вот ты как сказала и так должно быть. Почему? Ну вот, и так же и в музыке. И я счастлива, что у меня есть такой замечательный оркестр и руководитель наш Михаил Антонович Казинец, также заслуженный артист Беларуси Александр Кремко, наш дирижер, которые поддерживают наши проекты, благодаря им во многом эти проекты возможны. Давайте поговорим о людях, да, которые не только помогали, которые выйдут на сцену вместе с вами. Кто это будут? Все аранжировки, все оркестровки сделал Александр Кремко, заслуженный артист Беларуси. Также хочу высказать благодарность каждому, конечно же, музыканту оркестра, рок-группе Денвер. И со мной будут выступать мои коллеги Игорь Задорожный и Андрей Колосов, лауреаты международных конкурсов. Также хочу отметить, что программа будет на пяти языках мира. Итальянский, немецкий, польский, украинский и, конечно же, английский. Будут дуэты очень интересные вместе с моими коллегами. Мы просто не имеем права вас. Да и нас бы не поняли ваши поклонники, если бы мы вас отпустили без песни. Что вы нам сегодня исполните? Будет ли эта композиция вот на этом концерте? Обязательно, конечно же. Это композиция из репертуара группы Def Leppard. Она называется Animal. У нас несколько композиций есть этой группы. Мы вообще хотим сделать с кавер-бэндом Денвер, хотим сделать такую эксклюзивную программу Def Leppard. У нас опять-таки такого никто не делал. В Минске точно не было. И в Беларуси не было. А теперь будет. И начинается это покорение Def Leppard Беларуси, начинается с нашей программы. Мы сегодня услышим эту песню. Спасибо огромное, Марина, за беседу. Напомню, в студии хорошего настроения сегодня была солистка Белорусской государственной филармонии Марина Василевская. Уступаем вам студию, но прежде мы не можем отпустить вас без сладких подарков от партнера показом. Так что угощайтесь и приятного вам аппетита. А мы напоминаем, что партнер программы кондитерская фабрика Спартак, крупнейший производитель шоколада и конфет в Беларуси. Вот уже почти 100 лет сладкая продукция высокого качества радует нас своим вкусом, изысканностью исполнения и верностью традициям. Спартак искусство дарит радость и вдохновение. Итак, музыка в студии хорошего настроения. Субтитры создавал DimaTorzok Корректор А.Кулакова 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 А.Кулакова